Этой ночью я не очень корочен Я Лариса Гузеева, это Давай Поженимся Добрый вечер, сегодня у нас женихи Денис, Дмитрий и Александр А невеста у нас Алевтина, здравствуйте Царица, красавица, проходите Алевтина, 28 лет Перед каждым Новым годом составляет список желаний, который состоит из 100 пунктов Сегодня сбылось одно из них, стать невестой в программе Давай Поженимся Алевтина, управляющая животноводческого комплекса по откорму крупного рогатого скота в городе Ковылкино Увлекается созданием славянских оберегов и вышивает крестиком Гордится тем, что похудела на 25 килограммов Мечтает воскресить вымирающую деревню Алевтина опасается навязчивых деревенских щеголей, но из-за городского парня замуж не пойдет Станет верной женой рукастому сельскому умельцу, который не боится грязной работы, умеет вести хозяйство и любит собак Здравствуйте, дорогая! Вы уже с пасхальными яйцами к нам пришли? Нет, это не пасхальные яйца, это обереги, славянские обереги, которые мне хочется вам подарить Ой, дорогая Майя, у меня тоже есть для вас подарок Вы же нам заказали простых деревенских парней Да Но поскольку простые деревенские парни видели только по телевизору и в делах любовных абсолютно неискушенные Мы решили сделать им новогодний подарок и пригласили звездную группу поддержки Отлично, я рада Иванушки Интернешнл Здрасте, здрасте, красавцы! Проходите! Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот здесь Первая комната Ой, один другого краши, нам бы таких женихов Что классно? Все классно? Андрей Я очень рад Как это? Очень приятно Группа поддержки второго жениха, певица Слава! Здравствуйте! Любимая, прелюбимая Здравствуйте, девочки! Привет, красавица! Дима, первая Славочка, вот сюда Вот во вторую комнату Слава, Слава! Вот в этот Здрасте! Здравствуйте, я очень рад вас видеть Я тоже Настя Дмитрий Очень приятно Дмитрий, садитесь, не пугайтесь Ой, как раз я, что-то я так открыто, откровенно оделся Я вот немножко прикроюсь Группа поддержки третьего жениха, Стас Костюшкин! Здравствуй, красивый! Здравствуйте! Добрый вечер Добрый вечер Никогда вас близко так не видел Ну, как я? Соблизно Впечатлен Да, я тоже Ну, а вашей группой поддержки будем мы Рассказывайте, что за список и ста желаний Может быть, нужно быть немного скромнее И тогда вероятность их исполнения умножится? Нет, наоборот, надо, чтобы было изобилие Чтобы вселенная выбирала для того, чтобы нам больше и больше дать Ну и, конечно же, планы на будущий год, которые стоят первым в списке Это выйти замуж Дим, ну как вам невеста? Ну, красивая, обычная девушка, какую я ей заказывал А как вы-то до 28 лет себя сохранили? Ну, мне некогда просто было думать Сначала у нас было хозяйство, да, мы помогали родителям Затем приходилось учиться и самой зарабатывать И недавно, проанализировав свою жизнь, я поняла, что я просто не занималась этим Ну, а кто-то смог украсить ваше сердце хоть на какое-то время? У меня был молодой человек, с которым мы познакомились по интернету Мы с ним общались полгода, только целовались Посмотри, какой встать есть Черный волос роскошный есть Горящий глаз есть Мне кажется, будет все, вот все, что тебе, Саня, надо Слушай, а вы вроде подружка приехали Куда делите? Да, да, да Она здесь Может, она уже по женихам Может, она уже нашла себе там кого-то? Послушай, у нас... Как говорится, в любви все средства хороши Ой, моя курочка Ой, тоже красавица Замужняя подружка-то? Нет, нет, подруга тоже не была Так, хорошо, у женихов сегодня хватит на всех Подруга-невеста, да, вот Это такая подруга, нифига себе Это что там принесла? Это сбитень Брашка, что ли? Нет, нет, это травы и мед А что это за муха плавает? Это не муха, это... Это все сразу муха, таракан еще сказали, скажи Это душистый перец Скажите, а вот секс до свадьбы, это ваша принципиальная позиция? Да, да Молодец Ну, правда, поздновато уже Пора уже это Ну, долго запрягаем, но быстро едем Да, я смотрю, вы быстро ездите Она еще, как говорится, уже рожать собралась А еще мужика не нашла Вот дает, а Послушай Пизжака нет у тебя? В деревне... Ты не можешь пизжаки ни разу? Не, не нашла Я исправлю этот момент Давай Ты позволишь мне, да? Да, да, да Я буду твоим личным дизайнером сегодня Как отдыхаете? Родни много? Родни много, да Ну, я люблю путешествовать, я езжу, у меня много по стране друзей А что-нибудь спойте, какую-нибудь застольную? Праздник как-никак Моего милого Моего милого Моего милого Хоромы хороши Моего милого Хоромы хороши Как спела? Как тебе? Как тебе невеста-то? Невеста, скажи Поющая невеста Нормально Роза Ой, меня бабушка учила по поводу того, как себе мужа выбирать Значит, смотрим на отца Если у отца дома все прибито, приколочено, все висит правильно, рукастый Но этого мало Надо посмотреть на свекровь Если она, шуба есть, сама ухоженная, как говорится Все там ладненько К свекрови, к своей жене, хорошо относится, ласково говорит Выходи замуж за их сына Правильной семьей вырос Вот таким образом Вот я с такого вышла Все сладилось, двое детей С простым колхозником со мной соглашились Я с простыми людьми нормально общаюсь Вот с противными и всякими я не люблю общаться Вот я предусь, скажу А с простыми люблю Вася, а ты меня сегодня расстроила, потому что пришла без всяких сюрпризов Ты же все знаешь про символы Вот, например, яйца Можно симпровизировать? Дайте мне тарелочку с этими яйцами А вот если каждый из этих истков оберега будет выбирать свой оберег, который понравится Вот симпровизируешь? Можешь что-то сказать по всем этим рисункам? Я думаю, сможешь Смогу, если я пересеку, это правда с гороскопами тех людей, которые придут Но поскольку у меня все рассчитано, я думаю, что можно Но у меня сегодня есть большой сюрприз для всех зрителей Прогноз на год следующий Это в конце Хорошо На мой взгляд, знаешь, как говорят, надо украсть и убежать Роскошное, вот все, что нужно Знакомьтесь с первым женихом, удачи Вау! Привет! Привет! Я не ожидал тебя увидеть, и мне очень понравится Спасибо Это вам Спасибо Денис, 33 года Сортировщик готовой продукции на птицефабрике Ходит на рыбалку, делает поделки из початков кукурузы Любит чинить соседские машины Гордится тем, что отменно готовит макароны с сыром Денис понял, что возлюбленная ему неверна После того, как она назвала его зайчиком Надеется, что Алевтина не способна на предательство Красавцы! Вам, кстати, четвертый не нужен в группе? Мы думаем об этом Думайте Я смотрю, подарки, люблю подарки Это нам, да? Да, вам Попрошайка наша, самое главное А что попрошайка? Вам уж тоже достается Нам приятно, но мы на фоне тебя выглядим интеллигантов Мы сами их ждем, но твоими руками соберевущими Что касается жениха, я тебе скажу, что они профессиональные взгляды Не конкурент для нас с тобой Яичко выберите Какой глаз? Радует Левое выбери, левое Не надо подсказывать Это как бабу выбрать Мужчина с яйцами разберется Конечно Крест Так, и сразу Василисе Это яичко Ну, пока ты расшифровываешь Василисе Хочу вам задать вопрос Неужели из-за того, что вас возлюбленная назвала зайчиком Вы с ней расстались? Кстати, парни, вам вопрос встречный А как вас жена называет? Стандартно Как? Зая А вас? Папка А вас? А у меня нет жены Спонсор А подружка? Пока спонсор Я не люблю, честно говоря, уменьшительные вот эти звериные названия Котик нет Это первые лет пять раздражает, а потом уже отзываешься То есть у вас как передача «Давай поженимся» включаем, все все бросаем и смотрим Вот и я так же Все бросаем и смотрим Рыбочка моя И что? Она прямо вот говорит «Зайка» И он тарелку о пол Какая тебе рыбочка, она сказала Какая зайка? Это от меня Я сначала и не понял, думал, она мне серьезно пишет, что она меня якобы любит Ну, потом некоторое время я ей звоню, я говорю, вот так и так Потом что-то на звонок ответила Извини, что я якобы не тебе написала А-а-а, так она себя спонила А может быть, она дразнила для того, чтобы вы ей предложение сделали «Руки и сердце»? Подожди, какое предложение? Сколько ты с ней ходил-то? Ну я так, ну с неделю точно А, ну это еще неделька А что, а между прочим, там делают быстренько предложение Походил недельку и все Да он даже за ручку не подержался Это такие девушки недельки называются просто Ну за ручку не успел подержаться Ну вот А смотрите, а вот Алифтина тоже, без прочим, не даст до свадьбы Мы? Вот, слово любви Да, только ЗАГС сначала До свадьбы не нет Это мы договорились Денис, что у нас придано? Что предлагаем? Куда невесту привезем? Во-первых, мужик Еще купец Сострогает дом Он за ночь, смотрите, что сделал Он за две ночи дом То, что рукасты мы видим А вот все к рукам прилагается Квартира есть? Дом из башни Да все есть, он просто Дом есть Дом есть Пацаны сбросятся и что-нибудь купят ему А мне цыганка опять дочерей нагадала Я иду подошел Вот, это она Цыганка мне вот так руку Дорогой, у тебя опять дочерей Я говорю, не смешите ни меня, ни себя Я говорю, у меня нет никого Откуда деться? Все будет Мужик, нынче, спивается в деревне Но и женщины рюмочкой не брезгуют Нет Притом с младых ногтей А вам, девчонки, попадались тоже, наверное, сосущие баночку с пивком? Много-много попадалось, конечно Да? Но это можно исправлять Нет Не исправимся уже А вы исправляли уже кого-то? Были историки? Нет До 33 лет? Не получилось То есть вы хотите сказать, что вы тоже девственник, что у вас никого не было? Нет, да, пока девственник Забожитесь Честно? Да ладно, молодец Чу? Серьезно? Не честно? Вот тебе повезло Это же не плюс этого, это диагноз Дайте пару советов Как вот Обольстить Обаять Чем? Девушки любят таких, знаешь, все-таки Немножко грубоватых, немного Немного Пошлых Но в меру Пошлых? Немного Да, немножко иногда не помешает Достаточно таких хулиганистых Мужчин Но одновременно Благородных и щедрых То есть я так понимаю Он сейчас должен Алистину Пригласить в комнату Схватить ее за За руку Обещать здесь три короба Сорвать с меня серьги Бросить к ее ногам То есть и наглые, и щедрые Я вообще-то говорил Немного наглые Про себя говорил Так вот тут головка Тут копытца Все расправляю Все Выходит Круто Вот это уровень Значит, у женщины тоже сможешь принять Василиса, говори про яйца Про яйцо Про яйцо Я бы сказала, что Это Символы человека Который нуждается в стабильности Нуждается в том, чтобы ощущать Постоянство каждого дня И человека достаточно простого Все его мысли о том Как укрепить благосостояние свое Ну и, наверное, в будущем семье Прекрасно Сюрприз покажите Сюрприз? Да Отдайте это яйцо мне Я хочу укрепить свое благосостояние Я отдам вам свое Ну я имею в виду не свое А вот это Вот это Вот это Вот это Ну подожди Там очень просто Песня такая Она несложная Ну справа я в лимон Смотри, вот Красиво просто стоишь и кайфуешь Все Ну так как Ну если насчет Ну давай Денис, попробуй Попробуй давай Да О, да, да Вот Смотри Сходу просто Волит на лету Когда мы с тобой выйдем Знаешь, что не от тебя надо? Мне надо полная открытость Я познаю законы мироздания И позову тебя я на свидание Теперь двадцать А мне давно Бог не знает Ай-яй-яй Ай-яй-яй Кружится земля Ай-яй-яй И теперь Танцуй пока Пока танцуется Целуй пока Пока целуется Любви пока Пока влюбляется Ну а остальное 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 Танцуй пока Пока танцуется Целуй пока Пока целуется Любви пока Пока влюбляется Супер! Молодец они. Вот это сделали в ближайнике, запомнили. У вас много детей? Двое. Мальчик и девочка? Девочки две. Вот! Я все уже успела! Дима, пора уже давать! А чего вы не вырастили мне-то, не вес? Пока! О главах азурных облака Равнение говорит пока В неделе все хуже спится В небоих коленях ключик Конечных планов пустота Бесконечных песен ерунда Реваю тебя в закате Рвать и пирать На лба на старте я Я встретил тебя Я и любовь Сможет весна Пока! Танцуй! Пока! Пока танцуется Целуй! Пока! Пока целуется В любви Пока! Пока влюбляется Остальное, остальное, остальное Ерунда Да! Остальное ерунда Остальное ерунда Да! Пока! 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 Целуй! Пока! Пока! Целуйся! И пока! Мы были молодые и остались Лишь изменилась форма наших тел Пусть плачут те, кому мы не достались Пусть сдохнет тот, кто нас не захотелось Спасибо, парни. Это такой подарок для всех и для Дениса. Это новый стиль музыкальный. Деревенский трэш-моб. Да, проходите в свою комнату. Спасибо вам большое. Анечка, ну не завидуйте. Вы к нам придете на программу, и у вас такие же будут сваты. У него такой гипотезирующий взгляд. У кого? У жениха. Да, жених прекрасен. Понравился вам? Так пристально смотрит. Интересный человек. Отлично все, справился. Прям подачу четко давал. Танцуй, люби. А представляете, какой у него потенциал любовный? Сколько в нем собралось? Он же не расходовал себя, он не мотался по чужим койкам. И все это достанется вашей подруге, Алектиночке. В нем есть какая-то такая чистота, трогательность. Не будет раздражать. А если будет, можно ему сказать, Денис достал, иди в другую комнату. Да. Единственное, конечно, у меня вот твоя комплекция немножко смущает. Ну, она крупная женщина какая-то, девушка. Да ничего. Это одни. Ты даже не поднимет, даже на порог. Да не надо поднимать, она его будет носить на руках. Она его будет носить. Подожди, а как называется этот кран-погрузчик? Как он называется? Погрузчик. Кара. Кара, да. Вот на нее поднимешь ее в пив. Пив ЗАГС. Алектиночка, знакомьтесь со вторым женихом. Ты рядом, а ведь могли мы Друг друга с тобой не встретить. Спасибо тебе за то, что живешь на свете. Спасибо за руки эти. Спасибо за губы эти. И эти цветы тоже тебе. Спасибо. Дмитрий, 35 лет. Даяр. Живет в деревне Веска Псковской области. В свободное время помогает родителям по хозяйству, поет народные песни и играет в деревенском театре. Мечтает побывать на могиле Людмилы Зыкиной. У Дмитрия никогда не было отношений с женщинами, так как все незамужние представительницы слабого пола в его деревне уже давно достигли пенсионного возраста. Надеется, что с Алифтиной он наконец обретет семью. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуй, красавица. Здравствуйте, девочки. С наступающим. Спасибо большое. Я забыл сказать невесте, дополнить, дополнить то, что она очень мне нравится, хозяйственна там, любит готовить. Мне очень она даже понравилась. У меня есть для вас подарки. Спасибо. Ой, только не скажите, что это с собственными руками. Это с собственными руками. Ой, не знаю. Спасибо большое. Насчет на здоровье. Спасибо большое. Живой, в партии, одените за место тапочек. А вы считаете, что у меня сороковой размер ноги расшагивается? А у вас листочек такой размер ноги? Они расшагаются. У меня сороковой. У меня сорок первый. Нет, вы не переживайте. Они расшагаются. Они расшагаются как лыжи. А ты комплексуешь, кстати? Нет, я никогда не по поводу... И у меня три лыжи. Вот у меня и у дочери тридцать девять сорок. А у тебя тридцать девять сорок. У меня с каждым ребенком на размер прибавляется нога. Лариса, я не переживаю, тебя не растягиваю. Слава, вернется потом. А не без подарков, да, Слава? А знаешь почему? Лучше мой подарочек. Это ваш подарочек. Это... Тридцать пять лет. У него не было никогда опыта общения с женщинами. Да, он мне очень хороший человек. Очень замечательный. Очень интересный. Рассказал мне такие вещи, которые я в жизни знала, что когда... Как это вот с курицей вот это... Ну, когда... Когда у них происходит с курицей, у петуха с курицей, оказывается, на следующий день уже яйцо. Вот бы нам так. Я бы нарожала бы человек, что... И главное, что у них фигуры не портятся, понимаешь? И что им кормить не нужно. Вот это вот все не произрастает потом со скоростью света. Вот, кстати, к нам меньше радости. А еще нам гадалка нагадала пять детей, пять девочек. Да что ты говоришь? Аликсин, вы как готовы? Так быстрее. Да? Сколько вы хотели детей? Я... Я хотел одного, но у меня теперь трое. Выберите яйцо. А я могу тоже выбрать яйцо. Можешь. Можно? Слава, ты можешь все. Хорошо. Послушай, ну ты так обволакиваешь собою бедного Дмитрия, что он уже прямо весь, смотри, покрылся пятнами. Аккуратно, оно сырое. Аккуратно. Сырое? Да. Сейчас сварится моя горячка рука. Дмитрий, в общем, у вас не было реальной истории никакой. Но была виртуальная. Да. Вы в сетях познакомились с проходимкой, израильтянкой. Я не думал, что она проходимка как... Она... Хороший человек, а пока он не думает. Играли в игре. Она оценила мою фотку. Спросила у меня, что научишь меня доить коров? Я говорю, научу. Я говорю, могу и хозяйкой в дом взять. Если бы ты был человек опытный, ты бы сразу поняла, а что она имеет в виду. Конечно. А кто нет хозяйки, мол, в доме? Я говорю, нет. Я говорю, хозяйки нет в доме. Ну, потом она ко мне добавилась. Мы стали переписываться. У меня крылья выросли за спиной. Она как сказала, что если мы будем жить в России, значит, я возьму твою фамилию. Если мы поедем в Израиль, то ты возьмешь мою фамилию, у тебя будет Дмитрий Хаммер. Ну, я был на все согласен. А красивые хоть фотографии правильно выяснили? Ну, фотография была красивая, но кто знает, какая на самом деле там была фотография. А как выяснили, что она проходимка-то? Ну, у них в Израиле служат девушки. И она каждый, как она говорила мне, рассказывала, что на 3 месяца она приезжает в Питер, чтобы не слушать. Ну, я тут ей дал свой мобильный, домашний телефон. Ну, она взяла, сказала, что приедет когда в Москву, зайдет в консульство и приедет ко мне на месяц. Денег просила? Нет. Я сразу ей сказала, что я простой колхозник. У меня миллионов, у меня нет. Она говорит, сколько есть, отдай. Нет, она никогда такого не говорила. Ну, дом она видела, какой у меня дом в деревне. Этого достаточно. Вот, поэтому... Ну, и что? Тут она меня заставила друзей половину удалить. Они мне потом писали, что ты делаешь, кому ты веришь, это фейк. Я говорю, ну, что вы говорите? Я говорю, если вот меня так любит человек, и вот так... Я так полюбила, у меня крылья, и все. Она сказала, что у них там оливковая есть плантация, что они занимаются козами у них, штук 30 коз, сыр делают. Ну, в общем, короче говоря, я говорю, а где я буду? Ну, где? Ну, захочешь там оливки. Ну, в общем, слава богу, что не закончилась трагедия. Вот, и потом, главное, после вот этого всего, я смотрю, я в черном. Я не понимаю, что случилось, я в черном списке. Думаю, ну, что же случилось, что не было ничего. Я говорю, я все беспокойно. Слава богу, что они в черные рамки, я прямо в чужую. Сэм, пожалуйста, по этим, умоляю, не рассказывай слезливых историй. Что второй мужик выходит, жалуется. Это что такое? Славочка, красавица моя, ты знаешь, да, что я тебя люблю? Просто вот обожаю, это мое любимое одиночество, сволочи. Это то, что я слушаю и плачу с подружками, ну, ты же понимаешь. Я сама плачу каждый раз. Да? Да. Любимая, покажи, пожалуйста, мастер-класс Дмитрию на сцене, вот как будто бы ты невеста. Так, хорошо. Ройдите, пожалуйста. А мы посмотрим со стороны и поучимся. А можно пригласить? Мне потом про яйцо-то расскажут, нет? А про яйцо скажу. У Дмитрия соединение солнца, солнечной энергии и огня, тоже красного. Я думаю, что это на символическом языке обозначает, что вам сейчас необходимо здоровье. И вы внутренне, ну, я бы советовала показаться к врачам, потому что если выбрали этот символ, ну, что-то в организме сигналит, что нужно здоровьем заниматься. А у Славы? У Славы вопрос исключительно про чувство и про страсть. Мне бы тоже хотелось, чтобы Слава меня когда-нибудь поддержала. Вот давай, начинай я, Дмитрий, ухаживай за девушкой, а ты его корректируй. Дим, давай. Начинай. Я рад, что мы встретились за таким столиком уютным. Так, смотри, короче, все не так. Надо, во-первых, сразу, чтобы весь стол стоял уже в еде, потому что первое свидание. Надо что-то сжевать или что-то трогать, что-то теребить. Слава. Потом, это главное, накрыть стол, и чтобы занять руки, и занять глаза. Вот, а потом, конечно же, комплимент. Но комплимент не такой, чтобы вот прям, ой, вы так прекрасно выглядите сегодня. Это понятно, что это избитая фраза, ты хочешь занять вечерок. Скажите что-то необычное. Например, вот я бы калифтини, да, если я была мужчина, я бы сказала, я никогда не любил синий цвет. Но сейчас, сегодня, когда я увидел синий цвет, я понял, что это самый красивый цвет. И, наверное, даже вот просто ваши глаза и ваши волосы, они блестят, они так отражают этим синим цветом. Я не знаю, это какое-то небо во мне проснулось, это очень красиво. Я не знаю, что это. И стесняйтесь, стесняйтесь, говорите нелепо, вот как сейчас я. Жених, говори давай, старей. Алексина, пусть звезды светятся в глазах, пусть счастье, как шампанское, искрится. Пусть слезы никогда не плещут в них, и в сердце пусть печаль не постучится. Пусть этот день, как песня соловья, перечеркнет всех мурух дней ненасти. Пусть жизнь ваша, как майская заря, приносит каждый день в ладони счастье, здоровье и любовь. Вот, Саичи, просто зачем ему мои советы? Вот все, сказал гораздо красивее, чем я. Саша, ты понимаешь, что ты уже победил? В принципе, уже победил. Потрясающий мастер-класс. Слав, ты нам споешь? Я обязательно, конечно, с удовольствием спою. Давайте, с удовольствием. Алексина, для вас. У тебя есть твой знаменитый фломастер Андрей Григорьев-Аполлонова? Да, вот у меня маркер какой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 И хотя мне моргали родственницы, все говорят, он тебя любит, он в себя влюблен. Это была такая травма, вы себе не можете представить, пока я его не хряснула в батарею, и меня, и мою маму чуть не исключили из школы. Прошло 150 лет, я приехала на вечер встречи с выпускниками, и мне тоже все. Мол, Сашка приедет в лапе, ну сумасшедший, понимаешь, там я 856 лет назад закончила школу. Травма до сих пор, понимаете? Надо обязательно брать, как говорится, быка за рога, брать нашу вот эту буренушку прекрасную, и вообще в свои объятия мужские, и менять свою жизнь в лучшую сторону. Расскажите мне, пожалуйста, Дмитрий, ну как она у вас? Лысый? Нет вовсе. А как? Просто нет, там не обзывание больше было. Там просто была сколько-то ситуации, в которой я сделал замечание, а меня не восприняли. Что за ситуация была, расскажите. Я не помню. Дело не в этом. А в чем дело тогда? Почему развелись? А просто в том, что супругу это как бы взвинтило, что я делаю замечание. Ее дочери? Вообще, в принципе. Она, конечно, может повестись на блестящей лысине, но это не факт. Я задавал к нему. Не факт, это сейчас не очень важно, да. Давайте начнем с яйца. Короче, не колется, Стас, это плохо, неправильно. А вот так вот, не расскажешь, поди знаешь, что там у него было. Темная лошадка. Рассказывай, Саша, расскажи. Только становишь как, нет, вот так сядь, облокотись на стол. Ой, какое черное-причерное яйцо. Наоборот, это одно из самых гармоничных здесь яиц. Потому что оно сочетает в себе и солнце, и огонь, и землю, и воду. Поэтому, на мой взгляд... И медные трубы. Нет, медных труб здесь нету. Но здесь хотя бы как-то представлены эти самые четыре стихи. Скажи, почему развелся? Два раза был женат, и дети помешали. В первом, во втором. Амбиции, самолюбие, честолюбие. Да? Не уважали, не любили так, как хотел. Вот мне нравится астролог, я очень люблю. Ну вот и у нас вот как-то больше Василису любят. Ну там арубовы супер. Но вот как-то вот Василису больше. Вам нравится Альфтина? Ну а как же? Очень. А вам нравится Александр? Да, вот у меня... Смотрите, хочет деревенского мужичка, чтобы работал, строил, козы-овцы. Вот смотрите, Дмитрий, предыдущий жених, умел и умеет доить. А первый Денис, рукастый. А вы? Головастый вижу. А что еще? Ну бицепсы, ну физкультурник. Стас, что он может? Он умеет любить. Месяц любит второй, а дальше? А потом двое. Нет, какой-нибудь сват неправильный, смотри. Правильный. А мне понравилось. Азалютно правильно. Я хочу сказать, что из всех сватов сегодня Стас самый правильный, потому что он гороскопически пересекается со своим женихом. У вас несколько женских планет во льве, но у вас так вообще лев, лев, лев. Просто лев, лев. Просто стелиум львили. Мало того, я хочу сказать вам, знаете, кто у вас будет петь на свадьбе? А-а-а! Неужели? Ну это оба антабандаши. Нет, это оба антабандаши. Но знаете, что он будет петь на свадьбе бесплатно? Да, да. Хорошо. Вот это ты забыл сказать. А я по-другому скажу. А я, левтиночка, готова твою свадьбу бесплатно вести. Вот так. А я, между прочим, на твоей фазынде, если будешь иногда меня в гости приглашать. Существенный плюс. Да, и молочко, и курочка, и яички. А я тебе, знаешь что? А я тебе шубу подарю. А левтиночка, а я бы в твоем месте эту камеру включил и записывал. Один из пожеланий. Вот это наша тема. Шубу можно из перьев курить. Про куриных перьев. Алексина, просто приблизительно сейчас посмотрите на сцену, что мы будем творить с Александром. И прикиньте, какая у вас будет свадьба. Давай. Пошли, Саня. Можно вставать. Вставай. Вставай. Давай, вставайте, вставайте все. Давай, Сань, давай, давай. Молодец. Ну послушай, ну у тебя пластика получше, чем у него. Он делает только одно движение. Он делает только одно движение. Sing semi. У нас cuenta. У нас cetera. Ох. У меня деревянный яркий у насiron. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая свадьба будет. Сань, удивил, честно. А теперь специально для меня, синхронно с невестой, прыжок. Если состоится, значит срастется все у вас. Три, четыре. Три. Апаньки, молодцы. Браво. Свою комнату, спасибо вам, удивили. Все может получиться. А с ним получится, а то ничего страшного. Кто-нибудь обязательно отзвонится, напишет, кто-нибудь встретится. Как вам? Заводно. Заводно. Возраст не смущает? 45. Ну, уже многовато. Да? Многовато для чего? Для меня. Для детей, для пятерых детей. Она теплая, добрая. Она хорошая. Девчонки, пора выбирать. Советуйтесь. И мы пошепчемся. Нас выбирают, мы выбираем. Я думаю, что... Как часто это совпадает или не совпадает. Ну, первый вообще никак. Никак. Ну, а второй, единственное, что легковатый такой вот. Ну, третий. Такой старый. Почему? Не знаю. Он такой классный старый. Анечка, кому советуете? Надо выбрать того, кто хочет все-таки жить в деревне. Так же, как и Альтина. Тот, кто хочет точно так же, как и она, имеет детей. Так кто? Так кто? Я думаю, что второй вариант. Второй. Ты-то был первый. Наши женихи, простые женихи, примерили сегодня на программе некую звездную такую корону. А теперь я хотела бы сватов протестировать. Сваты, выходите, у меня конкурс для вас есть. Сейчас мы вас тоже проверим на профпригодность. Поднимайтесь на сцену. Смотри, задействие умеешь доедать. Ребята, присаживайтесь, я посвящу. Я уже надоелся. Кирилл, ты. Кирилл, давай. Мы тебя будем болеть за тебя. Кирилл, давай. Садись, садись. Что? У тебя другая команда, у тебя другой книг. Ага, вот еще один. Садись. Давай вместо славы. Вот это смело. Так, переворачиваем бутылку и начинаем доить. Давай, переворачиваем. Давай, вперед. А ты так садись. Давай, 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 сделай красиво. Кто быстрее? Не расплескайте. Денис, давай, давай. Ему вся болеет. У нас соярка есть. А Стас вообще. Стас, ну что, к кому выживи всю? Давай, буренка, давай, буря. Давай. У нас вымел и тепло. Стас, ну что могу сказать, Стас победил. Ребята, ну да, здесь вы что хотите, но Стас победил. Ну что, проходите. Теперь мы точно знаем, кого выбирать. Пойдем, братан. Пойдем, знали. О, да ты думал. Ну, вообще. Ну, я все-таки за первого Дениса. Он подходит, мне кажется, просто прекрасная пара, один в один. И посмотрите, как он выскочил, и как он все делал по правде, и как он старался. И он какой-то настоящий. Вот он из всех самый настоящий. Ну, последний Александр Кручиный уже в Москву вкусил, никуда он не поедет. Дмитрий, 35 лет. Ничего нет. Тоже сомнительно, наверное, для пятерых. А Денис и возраст хороший, и чистый какой-то. Нет, я прямо за первого Дениса. И самое главное, не за кого Гузеева, а за кого Алифтида. Конечно, у Александра Сват молодец, 5 баллов. Но не за Свата же замуж выходить, как говорится. Если бы, если бы. В самом начале я вам сказала, как мужа выбирать. Денис более чем, понимаете? Поэтому даже не думайте. Она, конечно, такая колоритная, красивая, очень прекрасная женщина. Мне она очень понравилась. Василиса. Дениса, берем Дениса. Александр очень чистолюбив. И хотя он обладает наибольшим опытом среди других женихов, и хотя у него был чудеснейший сват, и хотя он наиболее понятен, все равно я считаю, что это тот мужчина, с которым вы, женщина-командир, не уживетесь. Думайте, к кому пойдете, и слушайте только себя, и ваше сердце не обманет. Мы ищем добрую невесту, а всех злючек туда. А пока вы думаете, Василиса прочитает прогноз на следующий год. Овин. Большую часть года вы будете заняты своими повседневными делами, рутиной, профессиональными делами и домашними. Рекомендую также не забывать о здоровье и о поддержании спортивной формы. Тельцы. Тельцов родители порадуют дети. У некоторых тельцов в течение 2016 года дети могут появиться, но всем остальным для них 2016 год открывает двери для светских мероприятий, перспективы, связанные с творческими проектами и с хорошим отдыхом. Близнецы. Их радость в этом году связана с домом. Есть возможность обновить дом, квартиру, улучшить жилищные условия, ну или, например, просто сделать хороший ремонт, о котором вы давно мечтали. Раки. Раки – это те, кто в 2016 году будут открыты для новых знакомств. Львы – это те, кто могут торжествовать. Их финансовые дела будут в полном порядке. Дева. Девам предоставится возможность почувствовать себя центром внимания во всех смыслах слова, улучшить внешность, нарастить харизму, продемонстрировать свои презентационные навыки. Весы. У весов есть шанс отдохнуть перед большими начинаниями, которые ждут их позднее, и год хорош для отдыха. Скорпион. Нужно подытожить опыт последних 12 лет. Ну и, говоря современным языком, скорпионы получают возможность поработать в команде, найти друзей, которые помогут и поддержат. В общем, хорошо загребать жар чужими руками. Стрелец. Год признания профессионализма, честолюбивых планов, трудолюбия. Может ожидать повышения в должности, к счастью. Козероги. Год хорош для дальних путешествий, но и козероги будут выигрывать суда. Водолей. Основные возможности открываются не перед вами, а перед вашими и близкими. Постарайтесь, пожалуйста, помогать, если удача пришла не к вам, а к вашему партнеру по браку, не завидовать, но и радоваться за близкого человека. А рыбы, я думаю, что это главные женихи и невесты этого года и, наверное, главные гости в программе «Давай поженимся» в 2016 году. Спасибо. Ну, у вас было очень много времени. Я думаю, вы решили, к кому пойти. В любом случае, мы вас поддержим. Проходите. Я-то собирался Ларису увезти на корпоратив. Так, я сейчас невесту выгоню. Ей слово, она действует, салат лучше режьте. Почему внимания нам не уделяется? Мы с Игорем, главная персону. Что это вообще происходит? Предлагаю всем выйти поддержать жениха. Я предлагаю всем выйти и поддержать Алифтину. Я знал, что ты правильный выбор сделаешь. Да я не могу сюда не прийти. У нас есть пара Алифтина и Денис. Если вы одинокий или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Спасибо вам, парни, что поддержали. С Новым годом.